Как бы голубое небо заслонено всем облаками, морем и так далее, да? Голубое небо заслонено, но именно голубое небо дает общее цветовое настроение картины. Ты сейчас просто кинешь вещества голубого цвета на весь холст, расштриховывательно, распределительно, расштриховывательно, распределительно. Количество краски, которое ты положишь сметанной консистенции, будет такое, чтобы когда ты мастихином захочешь придавить его, было бы что придавить. Ты видела только что? Было что придавить. Что касается облаков, то это будет голубой плюс розовый, получится сиреневатый цвет. Чуть-чуть испачканный коричневым, будет более сложный сиреневатый цвет, который потом будет занесен вот так пальцами. Мутный характер, дымчатый характер облаков, в эту среду ты занесешь пальцами. Красненькие пятнышки, потом положим, когда краска встанет, я покажу схему. Тогда вот весь космос. Да, я тебе сейчас анонсирую немножко. Значит, моречка, тоже сначала здесь будет голубая краска такого количества, как и здесь. Чтобы потом в нее начать вписывать морскую обстановку вот таким, вот такой укладкой. Эффект множества даст вписывание более темного в светлый лодочным характером. Появляется эффект моря? Все, давай. Значит, голубым полностью избавимся. Потом... Голубой, розовый, коричневатый. И вот эту грязцу цвета накидаем лодочным характером мазочка. Лодочным. Море оно лодочное по своей затее. Накидаем вещества этого цвета. После этого будем брать мастихин. И, может быть, сначала кинем... Берилово там есть, если что, принесешь себе, выдавишь. После этого накидаем рыжеватый цвет. Чтобы у нас уже появилась цветовая затея. Он у нас активничает в этом месте, да? Он у нас активничает от середины вниз. От середины холста, правда? Под волной. Нашвыряем вот такое творожистое. Творожистое. Вытираю, подхватываю. Оранжеватое. Накидаем. Вдали там только одна маленькая полосочка. После этого мы возьмем коричневый с голубым. Получится зеленоватый оттенок. Грязца такая, да? Которая вполне выразит идею волны. Вот этой поднятой. Все у нас лежит. А волны поднялись вертикально. Коричневый с голубым даст вертикаль вот этой волны. И пройдемся вертикальным штрихом вдоль. Потом вот этим настроением немножко отчертим тоже лодочным характером подрезки. Давай так. В плане у нас темно. Видно, что умеешь работать с краской. Видно. В заснушколу нибудь ходишь. Ну, может, такая. Просто красный такой. Ага. Видно, что умеешь именно рисовать. Это как бы подкладка. Мало того, вода, она немножко глянцевая. Вот такая. Ты согласен? Смотри. Она какая-то вот глянцевая. Вот такая глянцевая. На этом глянце лежит пена. Розовая. Чуть с сиреневинкой голубого, да? Ну, пусть хотя бы с сиреневинкой, чтобы не переусложнить. И мы на вот этот глянец кладем творог этих пенных образований. Пеных образований кладем зигзаг у ползающей змейки. Вот такие вот проявления пены кладем. Вот эти вот барышки пока не делают. Внятно отчертим вот эту торчащую над водой ситуацию. Внятно отчертим вот эту волну. Получили конструкцию лежачего и торчачего. Здесь у нас пена. Здесь у нас пена. В солнечный день пена сиреневого цвета в тени. Пена в тени в солнечный день сиреневого цвета. Смотри, что я делал. Падательный характер пены показываю вот этим движением. Прикольно? Падает? В одну сторону можно пройтись, в другую. Вот она падает. А вот то, что ее закругляло. Мы же там вертикаль создали. Вертикаль. Смотри. Вертикаль колесико закругления. Есть такое, да? И здесь тоже хочет появиться пена после сбритого состояния. Можно ее, если она узенькая, сначала положить вдоль, а потом начать гнать наверх. Это прикольно? Посмотри, это прикольно? Угу. Можно в два этажика запустить. Вкуснятина? Есть такое. Вот такое, вот такое. То есть будет некоторый произвол. Это не значит, что мы можем срисовать все подробно. Мы идею срисовываем. Но появляется красивый произвол пенного ниспадания. Под пеной совсем темно коричневый-голубой. И совсем темно вот это пространство. И оно тоже устремлено под волну, под пену, на волну и под пену. И здесь оно уже становится горизонталью плоскости. То есть там оно устремлено в вертикаль, а здесь оно горизонталью. Вот эту конструкцию волны в контражуре к свету надо разобрать и навсегда понять. Это очень выгодная штука. Что касается неба. Ты возьмешь вот эти свои рыжести. Возьмешь чистые белила, потому что эти белила пачкаются. Возьмешь там чистые белила. И сделаешь вот такое. На соседней картине мы делали похожее. Смотри, смотри. Вот такое. Накидаешь, накидаешь. Сначала набрасываю. Смотри, прямо иду и набрасываю с мастихина вещество краски. Потом раздавливаю. Вытираю тряпку постоянно. Раздавливаю. Несмотря на то, что ты прикольно там сработала. Но теперь ты это сделаешь другим способом. Вот таким. Раздавленная краска сиятельна по своей затее. Сиятельна, сиятельна. Согласна? Часть вот этих проявлений ты сделаешь вот так, сбривая. Часть ты сделаешь тряпкой, чистой тряпкой. Это вкусно? Естественно, там спотыкается подрамник, чтобы потом это все заслонить. Заслонить. И даже чуть-чуть толкнуть. Все время чищу палец. Потом, если надо, дополнила заслоненностью облаков. Прикольно? Ну, куча задач. Давай, щупай. Значит, надеюсь на твою интеллектуальную работу здесь. Очень важный этап. И здесь. Давай. Значит, для чистого цвета создаем хоть какие-то условия. Потому что условий нет. То есть, в отличие от гуашевой палитры. Вы же там основной гуашью делаете, да? Гуашью. Вот. В отличие от гуашевой палитры, где гуашь высохла, здесь не высыхает. Поэтому расчищаем обстановку. Если нам нужен чистый цвет. Смахивает на то, что мы ищем, да? Причем ситуация очень простая. Смотри. Сначала полутон, потом усилил. Бутерброды надо дома делать. Делаю. Делаешь? Угу. Тренироваться на бутербродах. Я сейчас просто очень быстро это делаю. Но я просто срисовываю то, что вижу. Пересчет пятен. То есть, ничего такого сверхъестественного. Просто пересчет пятен. Вот. Си. Здесь все это посмуглее. Дымчато. Да? Дымчато. 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 Смотри. Вот они. Дымочки. Дымочки облаков. И просветы более резвые, более выразительные. Более дымчатые облака и просветы выразительные. А если не ярко, так как бы я отвернула все. Значит, дополнишь, может. Ой, небо. Подожди, подожди. В масляной жирописи есть такое замечательное правило. Теневые недолюбливают густую краску. Световые любят. Не вижу ни одной попытки сделать вот так. Посмотри, какая краска раздавленная. Значит, стоит мои оставлять, для того, чтобы видеть, что нужно было сделать. То есть, когда я пытаюсь вот так вот сделать, у меня почему-то вот эта краска сразу так соскальзывает. Вот. И вообще никак. Вот так вот. Ну-ка, покажи мне, как ты это будешь делать здесь. Неправильно. Рабочая часть мастихина не вот здесь наверху. А здесь. Ты набрала краску наверху. А внизу. Вот здесь. Ну, если быть нерочительной, инструмент сам по себе ничего не должен. Если быть нерочительной, то краска останется только в одном месте. Если быть нерочительной, как я, то краска распределится, да? То есть, сам инструмент волшебным образом от прикосновения ничего не произведет. Значит, нужно предпринять смекалку. Та сторона за волной освещена, да? Не каша всего, а именно та сторона за волной освещена. Даже если ты этого внятно не видишь, не верь глазам своим, та сторона освещена. По логике вещей. Просто по логике вещей. Это плоскость лежачая. Поэтому она вся выстроена в лежачке. Это плоскость торчачая. Часть этих вещей чуть-чуть заходит внутрь, как ты правильно заметила. Но очерченность должна сохраниться. Согласны? Ярок свет. Очень ярок. Попытка увидеть все оттенки сведет с ума. Да и хотя бы оранжевый, который там внятно читается. Очень светлый, очень оранжевый. Логично. И сразу звучит, да? Без всяких там оттенков. Вместо зеленого мы с тобой набирали коричневый с голубым. И получался зеленоватый, а не зеленый. Сюда он немножко переходит уже в этот сиреневый цвет. И вместо вот этих ковырялок это так было сделано. Напоминаю, глянец воды. Глянец. Глянец вот такой. Вот. То есть не не пытайся обхитрить фотографию. ее количество оттенков превосходит наши возможности в несколько раз. Этого вполне достаточно. Самое главное, что этот свет кричаще светел. Кричаще светел, да? Не пытаться там найти все уси-пуси тоновые и цветовые. А саму идею. Живопись она несколько грубее, чем натура, правда? Поэтому можно себе позволить некоторую грубость. и змейка уползающая вдаль. Змейка смотри. Змейка. Та змейка в эту сторону, эта в эту сторону. Все вместе они хотят сходиться там где-то вдали в некую точку. Вот они. Здесь побледнее, здесь поактивнее. Давай в таком духе. Опачки. Добавляем. Не знаю, откуда, смотри, откуда появились вот эти вот штуки вообще. Что ты, хоть одно движение вот такое я покажу. То есть, это не входило в программу вообще, правда? То есть, вот взять и расчиркать всю картину вот этими штуками. Не входило в программу вообще. Теневая мутна. Посмотри, мутна. И она начинает звучать только после того, как у нее появляется вот это все. Зачем это было? Просто показалось, что тут как-то получается. Посмотри, значит, световая различима весьма. Вот когда мы смотрим на эту картинку, мы видим, что вот это все действительно различимо. А в тени, там почти ничего не видно. Правда? Вот эти вещи, тебе как, все-таки, если ты учишься, ты должна различать эти вещи сразу. Что требует письма, а что не требует. Потому что в художественных школах это постоянно на это обращают внимание. Нету там содержания, нету. Мутное пятно. Мутное, темное. Чуть зеленит где-то здесь. Поскольку оно вдали от контраста, здесь оно позволяет себе зеленить. Похожим образом и здесь. Красиво? Чернит. Синий-коричневый снизу. Но мутно все. Мутно, мутно, мутно. Никаких там содержаний. Есть там такой? Мутно, мелоди. Я продолжаю все. СоветизмNO. Вскоря Psychology... Из-за экспертов... Я Jump'у не зеленое. Также есть фиграцию. И у этой пены несколько светлых макушечек. Положил и разбомбил. Прикольно? Смотри, какая кудрявая. Причем, смотри, как я ее недолго мучил. Два движения, да? То есть речь идет о технических пируэтах, но в условиях мутаты неразличимого. А здесь, да, здесь гнять не нужно. Темный есть? Есть. Значит, если мы запутались, мы всегда можем сделать вот так. Глянь, помнишь, да, вот эту идею глянца? Ты начала, как все нормальные люди, срисовывать все подряд. Смотри, как поступят ненормальные. глянец, как идея воды. Глянец только как идея воды. Да. Но нам нужен глянец. Попали мы в тоне или не попали, это уже не так, может быть, даже важно, как идея глянца. Раздавленная краска лежит глянцево. Здесь несколько оранжевит песок. Есть там такое, да? И вот на этот глянец, не срисовывая вообще все подряд, потому что срисовать все подряд можно сойти с ума, а рисуя только идею, а идея в том, что на этом глянце разлеглись пеночки, которые шершавее, шершавее. И они как бы на плоскости валяются, сохраняют идею плоскости, то есть у ползающей змейки. Да? Значит, тебе оставляю вот этот кусок, себе забираю все с центром. Да, вот здесь вот попробовать. Розовый себе поддавить и трогать. Потому что золотистый. Ой, поменьше золотистого. Сейчас ты опять начнешь путаться в цвете. Ты саму идею вырази, хорошо? Потому что начнешь золотистый находить, еще какой-то, потеряешь общую идею. А общая идея, это вот этого творога, лежащего на глянце. Подожди. Мне же надо еще свет кинуть. Потому что сейчас поиграешься с ним, со всеми его подробностями. Вот идея света. Создашь себе, если что, условия для чистого цвета. Я не выбираю там каждую деликатность цветовую. Я идею раздаю, что свет, уползающая змейка. Давай так. С гуаши ты так же, в такой же хлам превращаешься. Помнишь, я вначале сделал такое движение, чтобы расчистить площадку для чистых цветиков. До свидания. Хорошо. Да, да, да. Тоже, если что, расчищаем. Есть там в Дали свете, да? Вот такой вот. Вот такой вот. Смотри, как Даль приобрела за счет вот этой ступеньки, приобрела километры. Да? В эпицентре света вот так бело. А здесь уже не так бело. Согласны со мной? Молодец. Вот здесь самое светлое. Ну и плоскость воды. Ровная, как стол. Да? Не бывает другого. Даже в гуаши. В акварели. Смотри. Ступени этих колебаний. И откровенная белизна. Можно даже с желтотой в центре этого цвета. Что-то ты розовый так себе, по-моему, ни разу и не выдавила. Вечерела? Вечерела, да? Уже ближе к закату? Типа. Типа. Так. 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 света таков, что сначала белый, потом желтота, потом розовизна, потом голубизна, то есть вот таков спектр. В промежутках и зеленит, и фиолетовид, но спектр таков. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Если ровненькость не получилась от руки, делаем от малярного скотча. Причем бесстрашно, приложила, отчеркнула, потом даже если какой-то чвяк произойдет при поднятии, ничего страшного. Лежачая плоскость И лодочный характер лодки. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Неа, больше ничего не надо, только синеньким чуть-чуть наполни вот этот, он сильно дедовитый.